Спасибо. Да, всем добрый день. Рад всех видеть, читать. Сегодня мы будем говорить об открытых данных вокруг АБС. Как-то так тему я сформулировал. И затронем такие темы, как альтметрики. Почему эти данные я называю альтметриками. В данном случае мы обсудим все, расскажу. Заранее немного извиняюсь, может у меня что-то быть с голосом, я приболел. Поэтому прошу отнестись к пониманию. Программа сегодняшней встречи у нас примерно такая. Сначала мы обсудим данные внутри АБС. Ну, это классический набор, по которому, собственно, и жили многие АБС. Мы, в том числе, на протяжении долгих лет. Вот. Обсудим немного о том, какие данные сейчас у нас есть о вузах в России. И какие из этих данных используются, в том числе для построения рейтингов. Коротко посмотрим, чем отличается эта система рейтингов и данных о вузах на Западе. Если это позволительно. Вот. И, собственно, мы посмотрим на то, какие открытые данные о вузах, изданиях, ну и о всей жизни АБС и вузах, скажем так, в этой паре, можно собирать на данный момент. И как их использовать, да. Что мы будем с ними делать, какие выводы можем сделать. Ну и немножечко тоже вернусь к вопросу рейтинга в конце вебинара. Расскажу о том, как можно несколько иначе отранжировать нужны нам авторов вузов и так далее, с учетом этих альтернативных открытых данных из открытых источников. Давайте начинать. Основная особенность, уже коротко об этом сказал, предыдущих лет заключалась в том, что, находясь внутри АБС, являясь сотрудником или членом команды АБС, мы работали с данными, которые вот в таком неком вакууме находятся. Мы знали о вузе, что у него есть какая-то подписка, набор книг, мультимедийных изданий и еще чего-то. Понимали, что есть некая структура, где есть иерархия учетных записей, капитры факультета и так далее. Что есть некие данные читателей. И вот именно в этом, скажем так, неком пузыре мы и существовали, получая только те данные, которые мы получаем с сайта АБС, с читалки. И это представляло некую печаль, потому что полные картины, естественно, мы не понимали и не знали. Вот. Соответственно, чуть подробнее. Данные о подписке. Это список, условно, фонд это называется, который каждый из АБС предоставляет конкретному УЗУ. Вот набор изданий электронных, это набор мультимедийных изданий, видео, аудио, тесты, все что угодно, курсы. И отдельно тут я выделил доступ к сервисам. То есть, по факту, даже использование некоторых сервис может представлять с точки зрения статистики использования некую ценность. Про структуру. На самом деле, до сих пор существуют вузы, которые не передают структуру и пользуются АБС. Ну, скажем так, раздавая доступы без некой иерархии. Это меня немножко расстраивает. Но, тем не менее, мы в нашей работе все-таки пытаемся эту структуру выделять, запрашивать и даже иногда вносить, вводить самостоятельно. Потому что это с точки зрения анализа, да и работы с клиентом очень важно. Соответственно, структура достаточно простая. В АБС должна быть отражена некая иерархия учетных записей и подразделений учебной организации. Сейчас говорим о вузах, но это же касается и СУЗов, и школ, ну и любой организации, подписчикой АБС. Факультеты, кафедры, с одной стороны, как некие физические подразделения, наполненные читателями, методистами, преподавателями, кем угодно, отдельно выносим. Я конкретно для этой конкретной презентации выношу направление подготовки. То есть это структура условно и методического процесса, и контента. Вот. Ну и, собственно, права и уровни доступов, типов учетных записей. Вот. Ну, как я сказал, для работы и со стороны АБС, и при взаимодействии с УЗом эта информация очень нужна. Это такой старый, типичный набор данных, который нам необходим. Но еще раз повторюсь, к сожалению, не всегда, не все наши подписчики готовы его передать. Что меня расстраивает, но будем работать, будем работать, будем помогать. Данные о читателях достаточно простые. То есть все, кто когда-то со статистикой с ВУЗами и ЭБСами в паре ВУЗ-ЭБС работал, знают, что есть в учетной записи там контактные данные и уровни доступа вместо структуры ВУЗа. Это как раз то, о чем я говорил на предыдущем слайде. Ну и типы доступа – это как раз права, разрешения и лимиты, которыми может пользоваться учетная запись. Ну и вместе с ней читатель, участник процесса. Вот. Что же о статистике? Тут опять никаких секретов нет. Об этом уже много было сказано. И тут к моей великой радости, несколько лет назад все-таки основные ЭБС и представители библиотек серьезных ВУЗов договорились о том, что, в принципе, готовы использовать единый формат статистики. И для этого наша ЭБС тоже участвовала с нашей стороны, был разработан некий шаблон-стандарт, один единый документ, который… Ну, это было долго, но правильно. И, естественно, используется статистика в формате Counter 5. Вот. А что еще важно? Важно, помимо использования электронного контента, с нашей точки зрения, это обращение к сервисам. Ну, вот тут у меня перечислены различные сервисы, которые предоставляет наш ЭБС, но, тем не менее, активность и читателей, и преподавателей, и методистов, всех участников процесса в различных сервисах тоже может иметь значимое значение для внутренней статистики, ну и вообще для отслеживания и анализа активности взаимодействия ВУЗа или другой учебной организации с электронной библиотечной системой. Ну, и буквально технический уровень, история взаимодействия – это сессии, авторизации, и вот эта вся неинтересная история, которая показывает, грубо говоря, физическую номинальную активность внутри ЭБС. Да, как я уже сказал, этого очень мало для того, чтобы понимать основную картину, а что же происходит. Что мы имели на тот момент? Мы знаем только то, что читатель или студент, преподаватель делает у нас. И как только наша читалка или наш сайт закрывается, ну или мобильное приложение, все для нас читатель, участник пропадает. Мы не знаем, чем он живет дальше. Мы можем только предположить достаточно точно, откуда он нам пришел, а вот куда он делся, чем он живет, какие данные использует без взаимодействия с нами, мы не знали. Это было очень печально. Соответственно, эту проблему мы и пытались, и до сих пор пытаемся, ну я считаю, достаточно успешно решить. Немножечко поговорим о данных о ВУЗах. Ну, здесь, первую, сильно я углубляться не буду, потому что есть очень много систем рейтингов, в том числе и в России, которые как раз эти данные и используют. Ну, это так называемые обычные статистические данные, ну, я здесь обозвал это производительностью ВУЗа. То есть, по факту, сколько студентов поступает, с какими баллами поступают, как они учатся, насколько успешно выпускаются, объем организации, скажем так, численность преподавательского. состава, количество студентов. И вот эти все данные, они, в принципе, открыты. На них сейчас, наверное, сильно смотреть в нашем вебинаре мы не будем, потому что это вот, ну, базовые, имеющиеся практически в любом из рейтингов данные, любая, ну, то есть, общедоступная, понятная информация. То есть, ее можно просто взять и использовать, а можно не использовать, потому что мы чуть-чуть будем о других вещах говорить. Вот, направление подготовки и специальности тоже открытая информация замечательно есть. Используется как рубрикация, как некая опора для рубрикации, разделения в тех же самых системах рейтингов. Ну, например, там, грубо говоря, технические ВУЗы по своей системе ранжируются, аграрные там по своей, лингвистические и так далее, и так далее. Вот, важным параметром является у нас наукометрия ВУЗовского издательства. Ну, вот как-то так это я назвал. На самом деле у нас есть отличный и трастовый большой проект, и лайбрари, который, собственно, ну, наверное, там, все возможные данные, которые сейчас вот в нынешних ситуациях можно извлечь и показать, предоставляет. Вот, поэтому этот вопрос, он у нас тоже по факту решенный, кому нужно, может получить, использовать, считать. Вот. Ну, и еще один момент, что мы можем узнать сейчас без дополнительной информации о ВУЗах. Это их место, которое они занимают в российских и международных рейтингах. Опять же, то есть у нас на предыдущем этапе мы знаем внутреннюю информацию и вот такие статистические данные о ВУЗах, которые тоже сейчас лежат. Пока непонятно, что из этого можно сделать. Вот. Я имею в виду истории моего повествования. Окей. Данных пока недостаточно. Давайте смотреть, что еще интересного есть. Вот. Что там на западе? Интересная история. Сейчас сильно я не буду погружаться. Что меня, скажем так, ну, чуть-чуть я немного позавидовал. Помимо всех данных, о которых мы говорили, о подавательском составе, о размере и объеме организации, развито, ну, вот так называемый институт репутации и очень развито по сравнению, допустим, с российскими системами, оценки и получения данных, это социология. То есть опрашиваются и студенты, которые пришли к работодателю после окончания ВУЗа, ну, или там научную организацию, это не важно. И собирается регулярно и на протяжении долгого времени обратная связь о качестве тех студентов, подготовки. Вот. И даже простой отзыв при накоплении, грубо говоря, его переходит в статистику и играет роль. Да, ну, вот про количество иностранных преподавателей и студентов тоже стоит сказать. Одним из важных параметров является при оценке ВУЗа в западных рейтингах наличие преподавателей-студентов с разных стран. Ну, здесь я свое мнение оставлю при себе, скажем так. Но параметр, видимо, значимый, потому что его постоянно используют и на него опираются. Ну, окей, пусть так и будет. Говорил я о том, что с некой завистью по поводу социологии отношусь к зарубежным рейтингам. Да, это правда. Но это очень большая и ресурсоемкая история создания своей социологической службы, да, да еще и трастовой, чтобы ей доверяли все участники процесса. К сожалению, ни одна из ЭБС на текущий момент такой возможностью не обладает. Ну, и не уверен, что какая-то организация, кроме, может быть, государственных больших, в России с этой задачей справится. Вот, поэтому, к сожалению, институт репутации и измерения, скажем так, по-простому отзывов с обеих сторон наших данных сейчас не фигурирует и нами не отслеживается. Хотя хотелось бы. Вот. Сейчас я немножечко расскажу о тех типах, видах открытых данных, которые сейчас можно получать и которые, с нашей точки зрения, представляют интерес. Вот. Наверное, ну, те, кто регулярно нас посещают, слушают, смотрят, читают, знают о том, что последние годы мы, ну, наверное, последний год особенно, вернулись к вопросу и сосредоточились на изучении места книги, издания любой из ЭБС в файлах рабочей программы дисциплины ВУЗа. Вот. На удивление, огромное количество интересной информации извлекая эти данные можно получать. Я об этом чуть позже, естественно, расскажу. Аналогичная история у нас и с авторами. То есть вот это направление исследований и сбора данных дало нам огромное количество информации и понимания вообще, что у нас за авторы существуют, насколько они эффективны, продуктивны и кто у нас подает надежды. Итак, возвращаемся к наукометрии. Показатели RINs, индекс Хирша и, собственно, все, что у нас передает P-Library. Можно посмотреть на сайте, если вы интересуетесь самостоятельно, хотите сделать какую-то оценку. Также у них есть открытая API и можно за вполне вменяемые деньги техническим методом опрашивать и получать эти данные вполне легально, официально, к чему вас и призываю. Вводим здесь новый показатель медийности, о нем буду рассказывать. Ну, медийность в кавычках, потому что новый тип данных тоже расскажу. Ну и коммерческая востребованность тоже расскажу. То есть для чего мы собираем эти данные, которые ранее не участвовали ни в одной из систем оценок, как внутренних, так и внешних других ЭБС, насколько мне известно. И эти данные не учитываются, поймем наукометрии, при построении там рейтингов. Наверное, вы знаете, что каждый ЭБС по итогам года, а некоторые и в онлайн-режиме, пытаются формировать рейтинги вузов подписчиков. Вот. И, кстати, на самом деле для меня это, наверное, тоже хорошая новость. После нескольких лет публикации этих рейтингов, они начали действительно стимулировать подписчиков к какой-то более активной работе со стой или другой, или со всеми ЭБС. Значит, эти рейтинги все-таки что-то значат. Я имею в виду для вузов. Так. Ну, давайте двигаться дальше. Здесь чуть подробнее о месте книги в структуре РПД. Я, наверное, буду рассказывать на примере нашей ЭБС, но на самом деле такие исследования можно проводить, имея просто понимание адрес, электронный адрес, URL, ссылки для любой ЭБС, книги в любой ЭБС. В чем заключается, собственно, исследование? Для каждой книги мы смотрим ее место, факт ее упоминания во всех известных документах, рабочих программах, дисциплинах. Сейчас, слава богу, они более-менее стандартизовали, стали более стандартно оформлены, единообразно. И теперь, наконец-то, на большинстве сайтов вузов они публикуются. Поэтому, если мы говорим о процессе механическом, то не составляет никакого труда перейти на сайт вуза, открыть направление, найти необходимую дисциплину, прочесть файл, найти книжку и сказать, вот, моя книга используется здесь. Классная книга. Или, к сожалению, в этой дисциплине нет ни одной книжки из нашей ЭБС. Не доработали, например, или наоборот. Вот, соответственно, если мы говорим о сборе данных массовым, то, конечно, каждый из этих этапов автоматизируется. Ну, вот в чем, собственно, и основная трудность, и в чем, собственно, основное и преимущество. Потому что объем файлов, которые мы сейчас анализируем, это сотни тысяч конкретных файлов. В каждом файле несколько изданий, как вы знаете, может употребляться, употребляться, плохое слово, использоваться в разделе основной дополнительной литературы, например. И что получается дальше? Мы знаем книгу, мы знаем все ее метаданные, и мы знаем факты ее использования в рабочих программах и дисциплинах в нескольких или в конкретном ВУЗе. Не так это и сложно в конечном этапе сделать определенные выводы на пересечении этих всех данных. Сама история со сбором использования изданий, электронных изданий, мы сейчас говорим конкретно, в РПД ВУЗов, она, ну, как бы строится на нескольких технологиях. Это быстрый опрос через поисковые системы, дальше анализ распознавания каждого из документов, ну, и, собственно, складирование всех полученных данных в базу данных, и потом анализ и срезы их в разных направлениях. Потому что у одной книги данных действительно много. Там одни самые метаданные, это несколько столбцов, код десяток, плюс все остальное. Тоже чуть-чуть подробнее буду рассказывать. Так, секунду. Аналогичная история... Ой, простите. Так, чуть-чуть в своих слайдах запутался. Аналогичная история у нас и об авторах. То есть, если уж мы издание можем отследить и использовать информацию о нем для решения своих внутренних и внешних статистических, скажем так, задач, то аналогичная история может использоваться и для автора. Зачем это нужно, чуть позже буду рассказывать. Но от автора мы тоже можем увидеть упоминания конкретного автора или группы даже авторов, в, скажем так, в составе используемого контента в книгах. Вот. В различных документах, в различных организациях, направлениях и в вузах. Вот. Из того, что сейчас у нас интересно... Ну так, сейчас немножечко уточню. Для этого конкретного слайда, для этого конкретного блока мыслей, я фамилию, имя, отчество автора выношу в отдельный список. Понятно, что он включен в библиографическое описание, в это данные книги. Но, тем не менее, для массового использования и быстрого поиска анализа, скажем так, эффективности авторов, не обязательно даже анализировать издание, можно опросить по всем известным файлам РПД упоминание автора в формате библиографической записи без учета изданий. Это работает быстрее и дает полную картину. Ну, аж если у нас есть полный расшифрованный список изданий, то вообще замечательно. То есть, с одной стороны, у нас получается полностью изучается место книги, с другой стороны, как дополнение и как вытекающее последствие, место автора в, скажем так, их упоминании и фактическом использовании рабочих программах дисциплин, различных вузов в всевозможных направлениях и дисциплинах. Окей. Да, понимаю, что, наверное, может быть пока не сильно ясно, но интригу сохраняем. Буду рассказывать о том, как же это у нас все оформляется, ограняется чуть дальше. Показатели наукометрические. Опять же, сейчас никаких секретов нет. У нас есть отличный источник. Это e-library. Вот. Понятно, что если вы зайдете, допустим, и посмотрите, по каким критериям оценивается каждая работа и по какому количеству критерий ранжируется автор, ну, то есть, я думаю, многие видели, это десятки. Десятки, ближе к сотне критериев. Каждый из них имеет еще свою выверенную форму подсчета. Здесь мы для наших целей не используем все эти параметры. Используем те параметры, которые для нас, ну, представляют определенную ценность. И еще раз повторюсь, что получить их достаточно просто. Это оплачивается подпиской, эти данные вам предоставляются. Вот. То есть, здесь нам интересно количество публикаций вообще в e-library, количество публикаций, входящих в EUR-RINs, индекс Хирша по всем публикациям в e-library. Если есть научные статьи у автора, то это его напоминание, ну, наличие его в перечне журнала FAC. И, ну, собственно, да, число публикаций сказал. Ну, немножечко такой разброс от самого простого параметра, да, это количество публикаций в e-library, да, самых топовых параметров, да, вхождение в e-library, например. Сделано это сознательно для того, чтобы у нас не страдали молодые авторы, которые еще, ну, то есть, если вы начнете сравнивать, некометрические, скажем так, показатели и рейтинги каждого из авторов, например, молодого ученого и заслуженного, там, скажем так, светила науки, то вы увидите, что, ну, гигантская разница. Гигантская разница в цифрах. Ну, понятно, что мы там все в цифрах измеряем. Вот, и чтобы у нас молодые авторы не ходили с нулями, естественно, мы берем самый простой показатель, число публикаций, просто учтенных на e-library, для того, чтобы хотя бы между собой они могли сравниваться, конкурироваться. Ну, а нам же еще очень интересно и перспективных авторов искать. Окей. Вот дальше прям совсем спорный, даже внутри нашей команды, параметр, как медийность. Вот. Немножко о нем расскажу. То есть, понятно, что как новая некая альтметрика, такой параметр у нас не включается как решающий, да, и может давать просто какой-то небольшой плюс при прочих равных, при оценке, при оценке ранжирования авторов, например, в неком рейтинге. Здесь вот прям пример вообще, как можно посмотреть. Прям дарю запрос, кому интересно, как в поисковой строчке Яндекса посмотреть, а используется ли, упоминается ли конкретный автор. Например, ну, тут оговорюсь, что нужно в различных вариациях вводить фамилии, имя общества полностью, сокращенные и так далее. Конкретно на отраслевых источниках, да. Вот, например, сайте университетской книги, встречается ли у нас Константин Николаевич. Константин Николаевич, я специально беру, чтобы других авторов не трогать, так как говорим о внутренних данных. И видим, что, да, автор встречается каждой из публикаций, упоминаний, можем посмотреть, оценить. И, соответственно, у нас есть набор отраслевых СМИ, которые представлены в интернете. У нас есть поисковик, который умеет по ним искать. И мы вполне можем достаточно быстро оценивать, а насколько этот человек участвует в публикациях, мероприятиях, упоминается в статьях, является автором-соавтором статей. Вот. И вот, может быть, название этого параметра изменится, может быть, кто-то с ним не согласен, но окей, сейчас пока что в рабочем режиме для презентации. Прошу прощения. Такой показатель, как медийность, мы оцениваем следующим образом. Два базовых СМИ сейчас мы используем, но структура запроса и сама идеология, грубо говоря, изучения такого типа данных позволяет оценивать практически любой источник. То есть вы можете посмотреть, а как вот такой-то автор себя на сайте ВКонтакте, допустим, ведет. И получите набор всех его публикаций, постов, комментариев, всего угодно. Но сразу скажу, что была мысль посмотреть, а насколько в профессиональном плане активен тот или иной автор в своих социальных сетях. Идея классная. Что посмотреть, здорово продвигает науку, например, как какой-нибудь Станислав Трабышевский, мегаактивный, продвигает свой вуз, я не знаю, все что угодно. Вот такие люди нам нужны, подающие надежды, перспективные, бодрые. Хотелось бы. Но исследование именно социальных сетей, оно, конечно, очень сложное, потому что очень много всяких шумных факторов. Я уж не говорю про большое количество всяких псевдонимов, однофамильцев, но и не забываем о том, что все-таки социальные сети не всегда у нас разделяют профессиональную деятельность и личную жизнь. Поэтому все, где автор наследил, мы, собственно, можем получить. И это нам, естественно, не нужно. Поэтому социальные сети мы пока временно отодвигаем в сторону, отставляем отраслевые СМИ. И вот такой маленький новый внешний показатель можем сейчас себе на галочку взять, на карандаш его развивать и пока что стараться его использовать. Опять же, нужен нам для того, чтобы отранжировать, допустим, в том же самом рейтинге или сравнить авторов, которые очень близки по другим показателям. Но я не знаю, молодой автор, у него пока еще там всего по два издания или всего одно издание, которое там кое-как используется, например, в рабочих программах. Вот. Там редко где он напоминается. Там наукометрия пока что тоже на начальном уровне. Но вот как-то их сравнить. Потому что это бывает прям действительно проблемой, особенно для молодых авторов. Ну и вот, собственно, смотрим. Ага, этот автор у нас молчит, а этот вот, в общем-то, по конференциям передвигается и отраслевых источниках статьи пишет. Круто, круто. Ну, такому автору маленький плюсик в карму. Окей. И коммерческая востребовательность. Ой, прошу прощения, востребованность. Интересный параметр, на мой взгляд, пока тоже спорный, но получать его можно примерно таким же образом. Говорю, что секретов нет. Типы таких запросов к Яндексу и Гуглу. У них в справке написаны. Можете сами экспериментировать. Посмотреть свои книги, своих коллег. Упоминания кого угодно. Ну, опять же, в качестве, скажем так, локального исследования. Проверить какого-то человека. Окей, в качестве, скажем так, самостоятельно руками построить какого-то рынка практически невозможно. Нужна автоматизация. Ну, и вот, например, у нас есть большой сайт по продаже печатной книги. Это лабиринт. Окей, у нас есть автор. Мы можем проверить, продаются ли книги этого автора в лабиринте. Ну, вот здесь на скриншотах вы видите, что делаем запрос. Видим, ага, вот книга автора. Такого-то на сайте лабиринт имеется. Хорошо, переходим на страничку, проверяем, есть, есть, работает, работает, продается. Автор у нас получается коммерческий, как сказать, ну, если не успешный, то точно перспективный, потому что на самом деле, вот когда я тоже сравнивал, изучал этот параметр, зачастую у авторов, которые, блин, ну, действительно у них очень высокие показатели наукометрические. Их книги используются в РПД различных вузов, не только в своем. Вот, но их книги в розницу не продаются, на них спрос не сформирован. Понятно, что это не популярная книга, понятно, что это учебный или научный контент. Но, тем не менее, опять же, как здесь несущие, скажем так, науку массы авторы по этому параметру могут выигрывать и конкурировать даже со старичками, что меня на самом деле радует. Вот, сейчас я, может быть, немножечко тоже назад отступлю, оговорюсь. При том подходе, который мы использовали ранее, когда у нас, грубо говоря, есть показатели по книге, только полученные изнутри ЭБС, показатели об авторе, только полученные по его статистике внутри ЭБС. Ну, окей, ладно, мы еще знаем степень, звание, там, я старуюсь, там, еще что-то. Вот. У молодых авторов, у их перспективных изданий не было шанса конкурировать вообще абсолютно. И поэтому рейтинги, на мой взгляд, предыдущие рейтинги предыдущих лет во многом казались однобокими. Ну, представьте себе, есть большой федеральный вуз, который своим, грубо говоря, объемом сразу забирает большое количество баллов. Есть автор, который сам по себе имеет высокую степень звания, есть именно наукометрия, вот. Тоже на себя там одеяло перетягивает. И по факту сравнение вот в таком неком вакууме, оно от года к году не меняется. Оно действительно является, ну, наверное, объективным, потому что, понятно, цифры не врут. Заслуги нужно оценивать. Но из минусов мы не видим трендов. При старом подходе, когда мы не используем альтметрики, да, такие, как там, грубо говоря, та же самая веденность, коммерческая востребованность, то же самое использование изданий в РПД, мы не видим динамику. И вот это меня сильно расстраивало, и именно поэтому мы сейчас, помимо базовых данных, о которых мы быстренько пробежали, проговорили, используем и новые типы данных, так называемые альтметрики. Чтобы видеть динамику и дать шанс молодым в плане профессионального. Ну, и давайте посмотрим, что же теперь можно делать с полученными данными. Здесь, конечно, текстовые формулировки, да, слайд скучный, но что делать? Статистика, она такая. Поиск эффективных... Да, сразу скажу, что сбор этих данных решает... Ну, естественно, мы же как бы для себя это делаем, наши внутренние задачи. Ну, и часть этих данных решает задачи клиента, а еще часть этих данных, собственно, таких, как рейтинги. Сегодня косвенно, наверное, заметили много, я о рейтингах говорю. И на благо, скажем так, всей отрасли тоже работают. Вот. Поиск эффективных изданий. Суперклассное, важное направление. То, что раньше было недоступно, теперь становится понятным. Здесь у меня отдельно текстом выделено, что книги, используемые в большом количестве вузов, да, ну, условно, сейчас мы считаем от трех, которые закрывают несколько дисциплин, в несколько направлений, являются особенно ценными. Ну, это действительно так. Допустим, если вы посмотрите... Ну, я сейчас конкретных примеров, наверное, не буду приводить, да, там, вузы называть. Вот. Но, тем не менее, допустим, есть книга определенного автора, и если вот так в лоб на ее статистику смотреть, вау, используется в шести направлениях, в тридцати дисциплинах. Классная книга? Да, вроде классная. Типа, ну, значит, наверное, значит, наверное, она очень востребованная, значит, наверное, ее нужно всем предлагать с точки зрения продаж, например, да, значит, нужно ее, там, рекомендовать с точки зрения использования, да, выводить в системе рекомендации, там, интерфейс, ИБС, там, или еще в каких-то других источниках. Но, если все это происходит в рамках одного издания, все это становится несколько, ну, не буду говорить сомнительно, но несколько однобоко. Понятно, что в рамках своего вуза преподаватель, имеющий какое-то издание, будет включаться в РПД, его будут даже внутри ИЗБС читать, но на... ну, и это классно, так и должно быть, конечно, вузовское издание, оно таким и должно быть. Но если за стены вуза такое издание не выходит, для рынка в целом и для отрасли в целом оно представляет меньшую ценность, чем книги, которые используются в разных изданиях, в разных организациях. Ну, надеюсь, как-то я понятно объяснил, дальше тоже еще буду немножечко об этом говорить. Вот. Ну, давайте, ладно, давайте остановлюсь, для сравнения скажу. Есть там топовые издания отраслевые, я не знаю, лингвистическое, например, там не буду называть название, окей. И понятно, что топовый автор в топовом издании, его книга с большой вероятностью будет использоваться, будет закрывать многие дисциплины во многих направлениях в большом количестве вузов. И это так, мы это видим, это действительно работает. Вот. Ну, это издание там, допустим, дорогое, да, или оно для вуза передается только в подписки, да, на коллекцию еще, то есть ты его попробуй получи. Вот. За него там все конкурируют и БС. И, допустим, с другой стороны посмотрим издание. Сейчас очень меня радует тренд, когда книги в вузовских издательств, понятно, что они по объему своему не сопоставим доступными российскими издательствами, но тоже это очень важно, эта книга, они сейчас уже по динамике видно, что если раньше они использовались в стенах одного вуза, то теперь такие издания через разные системы обмена, назовем так, через разные ФБС, начинают использоваться и закрывать РПД, рабочий программ дисциплин в разных вузах. Это меня несказанно радует. Это круто, это порождает здоровую конкуренцию. И на самом деле решает проблему вуза. То есть решает проблему книгообеспеченности. Зная эту картину, вы можете понимать, что окей, можно не брать дорогущую... О, что же я сейчас говорю, отдел продаж меня, конечно, не похватит. Можно не брать дорогущую коллекцию, включающую ее книгу, включающую какое-то суперважное издание брендового издательства Большого. Потому что есть издание в соседнем вузе, которым уже пользуются 10 других организаций, и которые закроют там вашу дисциплину, например, на 5 лет. Потому что она свежая, потому что она нормально написана, потому что по статистике мы видим и по динамике, что такое издание имеется. И, ну, как бы, окей, нам несложно это порекомендовать. Это, собственно, одна из первых и очень значимых задач, которая позволяет нам решить новый подход к анализу данных и именно сбор информации об использовании книг в рабочих программах дисциплины. Поиск перспективных авторов тоже, я прошу прощения, немножко болею. Поиск перспективных авторов тоже касался этой истории. Если мы видим, что автор начал публиковаться, его работы начали включаться в рабочие программы дисциплины, например, те же самые, что-то еще он у нас и медийный, да еще он у нас и коммерческий успешный, какую-то книжку начал продавать там на зоне, например. Да еще и в динамике, то есть он начал выходить за стены своего вуза, ну, это суперклассная история с таким автором. Сейчас я говорю не со стороны ЭБС, а со стороны издательства. Срочно нужно дружить, но он подает надежды. И тот, у кого эти данные есть, тот этого автора на ближайшие годы и получит. И, скорее всего, такой автор будет публиковаться дальше, книги его будут приобретать большую ценность. И мы со своей стороны, имея эти информации, его книги можем продвигать, вынося их в систему рекомендаций. То же самое, там сервис книгообеспеченности. Мы сейчас для некоторых дисциплин и направлений начали показывать рекомендации. Посмотрите, эта книга используется в таком-то количестве вузов, в таких-то вузах, в направлениях и дисциплинах. Пересечение данных. Ух ты, немножко я по времени не помещаюсь. Первый раз, наверное, я так заговорился. Пересечение данных, наложение статистики. Здесь как раз интересная история. С одной стороны, мы видим книги, которые используются в РПД. С другой стороны, мы видим книги, топы, которые читают за ВВС. И, сюрприз-сюрприз, они не всегда совпадают. Факт включения книги в РПД не всегда означает, что ее все будут читать. Ну, давайте, может быть, я сейчас как-то неправильно выражусь, но некоторые книги включаются для галочки, для того, чтобы просто документально закрыть, там, аккредитоваться и так далее. А некоторые книги, не включенные в РПД, вот на прошлом онлайн-мероприятии я рассказывал, они могут составлять до 10% всего использования. Супер, там, какое-нибудь интересное издание, учебное. Как, допустим, какой-нибудь там учебник, что у нас был? Учебник немецкого языка в разговорных фразах. Что-то такое. Прям супер аудиоиздание популярное. И на, скажем так, на стыке, что если издание используется в РПД, еще плюс клуб и читается. Ну, это суперклевая, суперклассная книга. А если она еще и цитируется хорошо, например, или у нее есть какие-то хорошие показатели наукометрические, ну, это вообще тупо. И это не факт, что это будет издание какого-то топового издательства, или супертупого автора. На пересечении данных мы как раз можем уточнять, проверять и, скажем так, ну, делать дополнительные выводы по поводу предыдущих трех пунктов. Поиск эффективных изданий, поиск авторов и уточняемых на пересечении данных. Так. Дальше несколько коммерческая история, так как мы изучаем использование не только своих книг, но и книг других ЭБС, ну, как правило, каталоги, все открыты, не составляет проблемы понять адрес книги. Вот. То мы можем сейчас уже для ряда вузов выстраивать доли соотношений. Что, окей, в рабочих программах дисциплины вузов такого-то 20% занимает, грубо говоря, ЭБС номер один, там 25 ЭБС номер два, и все остальное это условно печатные издания. Очень важное для коммерческого отдела каждой из ЭБС информация, вот, она позволяет, в том числе, и работать с рисками. Да, то есть мы смотрим, если доля на протяжении нескольких лет, доля использования конкретно ЭБС сокращается, но это тревожный звонок. ЭБС нужно поднажать, поработать с клиентом, обновить фонд. Ну, все, что они там делают, они это прекрасно знают сами. Вот, оценка доли издательств. Аналогично, доля издательств может, ну, то есть издательство может предоставлять, отраслевое издательство для отраслевого вуза, оно может предоставлять, закрывать большое количество дисциплин и прям большую долю. Там в вузах, которые занимаются подготовкой по большому количеству направлений, соответственно, эта картина чуть более размазана. Но, тем не менее, доля издательств тоже важна, чтобы понимать, какое издательство в каком тренде находится, и с кем как развивать отношения. Ну и о рекомендациях, я о них косвенно тоже говорил, с темой рекомендаций, над которой мы сейчас работаем, и которая сейчас уже частично подключена, работает, иногда можно увидеть их в ОБС, как раз они направлены на то, чтобы и продвигать с одной стороны книги, которые подают надежды, и помогать методистам, библиотекарям обеспечивать книгообеспеченность. В общем, я надеюсь, вы поняли, о чем я. Находить нужный контент для дисциплины, как и для документального использования, так и для фактического использования. Зачастую там издание уходит, или поставщик, не знаю, ОБС уходит, срочно нужна замена, вот, пожалуйста, рекомендации есть. Так. Да, прям совсем коротко рассказываю, да, к сожалению, из времени я начал уже немножко вылетать. Немного резюмируя то, что я рассказал, да, есть наши внутренние корыстные местами нужды, есть набор новых показателей, с которыми мы работаем. Часть из этих показателей, показатели спорные, и мы на них не настаиваем, и используем их в том случае, когда не можем сделать вывод при прочих равных. И на основе вышесказанного, вот, сейчас можно поговорить о двух рейтингах коротко. Рейтинг авторов, ну, вот, если на три блока разбить данные, то это наукометрия и живая статистика. Наукометрия показывает, грубо говоря, цитируемость изданий авторов и его индексы в Е-лайбраре. Живая статистика – это то, что мы видим, как используется его издание ВБС. Два дополняющих блока данных друг друга. Медийность и коммерческая, так сказать, как альтметрика и доп. параметр. Работает при прочих равных. Участие в РПД, вне стен своего вуза здесь очень важно. Это я уже объяснял. И, собственно, вот тот рейтинг, который мы сейчас готовим, рейтинг авторов, использование этих данных, он немножко картину по предыдущим годам, естественно, меняет. Вот, мы, может быть, рейтинг авторов не всегда опубликовали, но для себя его, естественно, ведем. Вот, и картины немножко меняются. И вот именно как раз третий пункт – блок параметров по включению изданий в РПД, он сейчас приобретает конкретно для нас, для нашего использования внутри компании. Мы его тоже транслируем наружу, как видите, значимый вес. Рейтинг вузов. Понятно, что мы здесь тоже для презентации, для удобства, для скорости делим на три блока. Говорим о том, что один из блоков построения нашего рейтинга – это, скажем так, именитость, заслуженность преподавательского состава. Ну и, собственно, объемы, вот эти все базовые показатели. Никуда от них не денешься, они есть. Мы их оцениваем. Живая статистика и общая наукометрия – абсолютно верно. Все точно так же, как и при рейтинге авторов это нам нужно. Тем более, что мы потихонечку склоняемся к тому, чтобы отдавать все больше предпочтений вузам, которые сами публикуются, сами издаются и сами контент свой используют и распространяют. То есть мы видим и документические показатели, использование в РПД и, собственно, живую статистику в нашей ЭБС. Вот, поэтому активные вузы в рейтинге при прочих равнях выше, чем неактивные. Ну и публикации, да, ну вот в третий пункт я уже органически залез, так что, наверное, с этим слайдом не можно заканчивать. Ну и, подходя к концу, расскажу о том, что все-таки новые данные, хоть они местами спорные, я думаю, что многие с нами могут, со мной конкретно, могут согласиться, реально дают новые возможности для внутренних использований, для внутренних задач ЭБС – это оптимизация контента, но на самом деле и для вуза оптимизация контента – интересная история. Вот, потому что, честно скажу, некоторые вузы не понимают, какое количество изданий, какой ЭБС они используют. На уровне преподавателя понимают, преподаватель включил вот это, вот это издание, такие-таки рабочие программы. На уровне, там, медиадисты понимают, на уровне кафедры понимают, но на уровне вуза никто не понимает. Поэтому, когда я там, допустим, даю там через поддержку или через отдел продаж вузу статистику о том, что посмотрите, что вы используете 8 тысяч наших изданий, упоминаний наших изданий в ваших рабочих программах есть, и из них 7 тысяч уникальных, у вуза как бы сюрприз, антикивал, а мы, типа, не знали, мы думали, мы две книги используем. Вот, поэтому супер важная история с точки зрения оптимизации контента. Вот, сам вуз, большой вуз, зачастую не может за этим уследить. Работа с рисками для ЭБС и вузов. Тоже об этом рассказывал, что если в динамике доли каких-то ЭБС, издательств сокращаются, ну, это, это звонок о том, чтобы поработать в этом направлении. И, что важно, поиск перспективных изданий. Я, в принципе, говорю, первую очередь, про вузовские издания. Поиск перспективных авторов. Ну, и все, здесь это я назвал, как поиск перспективных издательских направлений. И наши задачи, и полезные для рынка. Ну, вот здесь вот я забыл пункт написать и продвижение молодых перспективных авторов изданий. Тоже, возможно, благодаря сбору этих новых данных. Ну, наверное, на текущий момент у меня все. Я надеюсь, что постарался и смог структурно изложить свою мысль. Презентация будет доступна. Если вопросы есть, пожалуйста, задавайте. А теперь всем спасибо большое. Спасибо большое. Окей. Окей. Насколько я знаю, сейчас Татьяна Викторовна подключится и завершающий аккорд поставит в нашем мероприятии. Тогда, раз вопросов... Спасибо вам. Вопросов пока не вижу. Давайте еще секунд 30 подождем. Если вопросы будут, отвечу. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Ну, тогда прощаюсь с вами. До встречи. И всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...